Привет, на связи МК. Сегодня мы соберем с вами игровой компьютер за 40 тысяч рублей. И это будет действительно добротный системник, что-то на уровне RTX 3060, которая сама по себе стоит тридцатку. Здесь не будет бэушных комплектующих, Xeon, все новое, которое я купил в магазине, за исключением процессора, который с Аликой, скорее всего, где-то поработал. Но все же, что самое главное в игровом компьютере? Естественно, видеокарта. Знаю, звучит как бред, но я буду использовать видеокарту Intel Arc. Мы уже не раз их обзирали и не раз их засирали, но в этот раз она меня прям удивила. Сегодня я короную новый топ, который лучше тех же 3060 и даже 4060. Процессор, плата, видеокарта, блок питания, какой-нибудь корпус и SSD обойдутся вам в 40 тысяч рублей, если вы будете покупать их сами. Я не буду покупать отдельно готовый ПК, разбирать его и собирать за те же деньги нормальный. Мы сразу же перейдем к делу. Отдельно хочу сказать, что вот эту видюху и комплект мы разыграем в нашем телеграм-канале, ссылочка будет в описании. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Собираем лучший ПК для игр за 40 тысяч рублей. Поехали! Покупка комплектующих для компьютера на Али может сэкономить деньги, но что делать, если процессор оказался неисправным? Представьте, если бы вы могли использовать алгоритмы машинного обучения для подбора самых надежных продавцов и комплектующих, опираясь на большое количество данных с рынка. И хотя такие инструменты еще не используются для подбора железа, они уже активно применяются в других областях. Например, рекомендации YouTube. Они подбирают видео, которые могли бы вам понравиться. А навигаторы предлагают оптимальные маршруты. Созданием и разработкой таких алгоритмов занимаются ML-инженеры и дата-сайентисты, позволяя искусственному интеллекту адаптироваться и работать в различных условиях. Средняя зарплата таких спецов составляет 190 тысяч рублей в месяц. Освоить профессию ML-инженера и получить диплом МИФИ гособразца вы можете на онлайн-магистратуре по Data Science и ML от МИФИ, ведущего технического вуза страны и онлайн-школы Skill Factory. Обучение с нуля. Главное наличие высшего образования. Это онлайн-программа, но с сохранением всех студенческих льгот. Отсрочка от армии, стипендии, мероприятия МИФИ и так далее. Что важно, действует господдержка. При ней стоимость обучения первый год от 270 рублей в месяц. Вас ждут не скучные лекции, а интенсивная практика. С решением кейсов от компаний-партнеров, хакатоны, задачи по ML и крепкая теоретическая база от преподавателей. А это ведущие специалисты в сфере Data Science и Machine Learning. Прием на программу уже идет, поэтому оставляйте заявки сейчас и получите доступ к бесплатным подготовительным курсам и мероприятиям от МИФИ, которые помогут успешно пройти вступительные испытания в числе первых. Переходите по ссылочке в описании или сканируйте QR-код на экране. Удачи! С выбором платформы под дешевый ПК определиться несложно. 1700 и АМ5 это что-то на богатом. LJ-1200 горячо и туго с апгрейдом. А вот 7-летний АМ4 это пойдет. Это уже не стареющая классика. Старшие чипсеты нам тут не нужны. Выбор бюджетного игрока это А520. Но производители тут экономят на всем. Поэтому радиатор на зоне питания must have. Самая дешевая брендовая доска с ним обойдется 1007 рублей. Это дороже процессора. Не наш вариант. Поэтому идем на Алик, где можно найти плату от известного нам Максана. Но потом я увидел чудо. Встречайте! Безумный соевый дракон на А520 чипсете за 4500 рублей. И это не шутка. Плата на самом деле так и называется. В красивой коробке с гордым драконом скрывается настоящее чудо инженерной мысли. Биус тут обновляется как в нулевые. Со специально подготовленной флешкой под досом, которую в процессе нужно вовремя вытащить. Все по-взрослому. Иначе придется шить по-новой. Китайцы сами не знают, какие процессоры их крэйзи плата поддерживает. Я хотел собрать на дешевом Ryzen 5 2600, который сейчас на Алике стоит дешевле 4000 рублей. Но ни с одним биос рабочий шестиядерник стартовать не захотел. Я промучился весь вечер и даже подумал, что проблема с процессором. Потому что продавец на Алике обещал, что все совместимо. Пришлось взять знакомый многим Ryzen 5 3600. Но он дороже. Отдать придется на 2000 больше. Такова доплата за второй Zen и повышенную частоту. И это не все. XMP профиль на 3600 МГц виден, но применяется он только как 3200. Возможно, дело в космических китайских планках. Не брать же в такую сборку дорогие модули. Спасибо поднебесным инженерам. DDR4 3600 на 8 гигов можно купить по 1500 рублей за штуку. Мы уже тестировали 7 комплектов такой памяти. Это БУшка на новом текстолите с криво зашитыми частотами. Брать в дорогие сборки не рекомендую. Но когда нужно максимально сэкономить, почему нет? Мне удалось стабилизировать работу космических модулей на частоте в 3400 с 18 таймингами. Не рекорд, но для дешевой доски на втором Zen это нормальный результат. Во всем остальном это обычная дешевая плата под АМ4. Два слота ОЗУ, один порт под АМ2, 6 USB. Есть даже какие-то радиаторы на зоне питания. Звук и сеть тоже максимально просты. Батарейку BIOS поставили сверху и это удобно. В процессе ваших попыток настроить плату не придется снимать видеокарту. Есть поддержка Rebar, который очень важен для видеокарт Intel. Ведь китайскому соевому дракону и дешевой ряженке мы поставим видеокарту ARK A580. Судя по ценам, это потенциальный хит. Ее можно купить новой за двадцатку в соседнем ДНС, а по скидкам поймать еще дешевле. И это просто топ за свои деньги. 8 гигабайт видеопамяти, полноценная шина PCI-Express с 16 линиями, теплопакет в 150 Вт и чип всего на 15-20% слабее старших ARK A700. Конкурент в лице 3060 стоит на десятку дороже. Получается, весь комплект из шестиядерного Ryzen 3600, а 520 дракона или аналогичного Максана с 16 гигабайтами DDR4 и 580 ARK обойдутся в 32-34 тысячи. Докидываем туда простенький кулер, SSD на терабайт, какой-нибудь корпус и бюджетный блок питания ватт на 500-600. Это еще около десятки. Итого, за 40-45 тысяч у нас неплохой новый игровой компьютер. Давайте проверим, на что он способен. В CPU-Z Ryzen 5 3600 определился без проблем, бустится за 4 гигагерца и выбивает во встроенном бенче нормальный для него 3700 попугаев. В бенчах Sinebench R23 и R24 тоже все в пределах нормы. Процессор работает так, как задумывала AMD. Никаких просадок производительности здесь нет. Сразу же проверим эту плату на прочность. Заставим страдать зону питания, включив долгую тест рендеринга. И знаете, здесь соевая плата меня удивила. Ее VRM прогрелась до 90 градусов, что для цены отличный результат. Совсем недавно мы грели кучей райзенов фирменную доску от Gigabyte, и она кипятилась аж при 110 градусов на этом процессоре. Так что у китайцев даже есть запас под апгрейд. Дракон вполне сдюжит лучший игровой процессор под АМ4 восьмиядерный Ryzen 7 5700 X3D. Перейдем к игровым тестам. В уже устаревшем бенче 3DMark Time Spy Intel RK520 выбивает 10,5 тысяч графических попугаев. Ведь это уровень гораздо более дорогой RTX 4060. В новом тесте Steel Nomad карта показывает кинематографический 22 кадра, и это снова уровень 4060, только за 20 тысяч рублей. Но тут нужно быть всегда на чеку. Игровые бенчи очень любят интелы и завышают их реальную производительность. Поэтому смотрим на игры. Начнем с Киберпанка. Intel отлично оптимизировала ее под свои карточки, поэтому можно влететь с двух ног в трассировку лучей. На минимальном уровне RTX ON Full HD с апскейлером XESS на качестве можно получить абсолютно комфортные 70 кадров по бенчу. Улучшив качество трассировки до среднего уровня, FPS упадет к 50, что все еще достаточно играбельно. Но если мыло-лучи вам не интересны, поставьте впечатляющий пресет графики без апскейлеров в настоящем Full HD, гоняйте по городу на приятных 60 кадров, даже с активными перестрелками с полицией. RTX 4060 показывает ровно такой же уровень производительности. Спасибо Intel за демпинг цен. В гоночной Forze Horizon 5 у недорогой арки тоже все отлично. Full HD на максимальных настройках графики с XESS на качестве карта отрисовывает за 60 FPS. Если хочется избавиться от легкого мыла, играть можно и без апскейлера. В таком случае кадры падают к 55, что все еще отличный результат. Но вот RTX 4060 в Forze ощутимо быстрее. Такую же производительность зеленый среднячок показывает в 2К. Так что Intel есть куда стремиться в оптимизации драйверов. В тропическом Far Cry 6 арка подрисовала себе лишние пару гигабайт памяти, но ей это не особо помогло. Временами случаются статтеры. Играть они, скорее всего, вам не помешают, но это еще раз показывает сырость синих драйверов. 8 гигабайт видеопамяти карте не хватает. Из-за чипсета А520 она работает по 16 линиям PCI-Express 3.0. И поэтому включение тяжелых HD текстур несколько просаживает производительность. В любом случае, Full HD на ультра настройках графики можно получить за 70 FPS, что для оффлайн шутера вполне хватит. Лишь в тесте одних из нас я понял, что мониторинг не в порядке. Пришлось отнять фейковую память у карточки, выбрав в автобернере показатель потребляемой видеопамяти конкретным процессом. Судя по всему, синие карточки показывают суммарную нагрузку и на ОЗУ, и на видеопамять, что вводит в заблуждение, ведь никаких 10 гигабайт памяти у А580, разумеется, нет. Теперь в тяжелом Last of Us хорошо видно, что игра занимает чуть больше 7 гигабайт видеопамяти, и при этом вполне играбельна на высоких настройках в Full HD, выдавая порядка 40-50 кадров. Если хочется больше плавности, можно включить генератор кадров FSR 3. В таком случае FPS подрастет к 70-80. Задержка управления тоже слегка вырастет, но стрелять в пиксельном тут не нужно, поэтому можно пожертвовать отзывчивостью ради гладкой картинки. Проверим карту в новинках. Обычно именно в таких проектах вылазит максимум косяков. В свежем порте Horizon никаких артефактов нет. Побегать по забытому западу можно в Full HD на высоких настройках графики с XESS на качестве. Будет около 40-50 FPS. Если апскейлер вам никакой не нужен, можно снизить аппетиты до среднего пресета, и в таком случае комфортно играть в нативе с 50-60 кадрами. А вот в тяжелом Hellblade А580 все-таки пустила шептуна. Иногда случаются артефакты освещения, по крайней мере в начальной катсцене. Но в самом геймплее первого уровня проблем я не заметил. На высоких настройках графики с XESS в качестве можно получить около 40 FPS. Не особо много, но игрушка на всю использует возможности движка Unreal Engine 5. Так что здесь синий среднячок, в отличие от героини, в грязь лицом не ударил. Если хочется большей плавности, снижайте настройки до среднего. Графика все еще будет крутой, а кадры подрастут ближе к 50. А давайте затестим классику. Формально обновленный Fallout 4, раз уж он есть в подписке Xbox. Тут можно смело заходить на ультра настройках графики в 1440p. Игра 2014 года отлично работает на ARK 520, выдавая 50-70 FPS без всяких фризов. Причем карта временами даже не догружена. Спасибо кривому движку Bethesda. Но бегать по пустошам в поисках сына это вам никак не помешает. После всех тестов уже понятно, что проблем с киберспортом на шестиядернике с картой уровня RTX 4060 у нас не будет. В танках смело замахиваемся на ультра в 2К. Кадры на радость владельцам быстрых мониторов держатся на отметке 100 FPS. Пробивайте броню, как говорится, сбивайте гуслю. В доте традиционно идет упор в одно яйцо. Так что ARK прохлаждается даже в 2К на высоком пресете. Но FPS при этом в районе сотни. Так что списать свою криворукость на слабое железо и фризы тут не получится. А в обновленном и потяжелевшем Counter-Strike 2 ситуация такая же. Видеокарта может, но плохо оптимизированный движок не сильно ей дает. Увидеть около сотни FPS в 2К на высоком пресете графики все равно у вас получится. Так что тут стрелять в пиксель вам помешает только ваша реакция. А как дела у ARK в рабочих задачах? Пару лет назад, на момент выхода, большая часть софта никак не поддерживала аппаратное ускорение на интеловских дискретках. Но теперь все изменилось. В блендере на 580 без проблем заводится OpenAPU. Карта с ним отдувается на все 100%. Рендеря красивую сцену средневековой гавани всего за 3 минуты. С более сложными проектами могут быть проблемы, но не из-за графики, а из-за 16 гигабайт ОЗУ. Для рендеринга это уже маловато. В обновленном Premiere 2024 года появилась поддержка кодека Intel. И если в версии 2023 года карту рендеринг практически не нагружает, то в новой версии продвинутый медиадвижок ARK'ов ощутимо помогает процессору в обработке видео. Наш двухминутный тестовый 4К ролик с инженером Феликсом, четырехъядерная ряженка вместе с А580, отрендерило всего за 3 минуты. И это прям вам скажу очень хорошо. Спасибо китайцам за дешевые доски и ОЗУ на развес, а Intel за недорогие ARK'и. Вот и случилось, когда видеокарты синих не просто можно покупать, а когда они значительно дешевле и при этом не сильно отстают от остальных. Красно-голубые комплектующие не просто подружились, они отлично сработались. Вы можете собрать системник за 40 тысяч рублей, который будет тянуть все тяжелые новинки на высоких настройках графики. Да, они везде будут стабильные 60 кадров, временами придется подрубать апскейлер, но речь идет о готовом системнике из более-менее новых комплектующих по цене RTX 4060 Ti из DNS. Intel постоянно оптимизирует дрова, мы это знаем, и дальше, возможно, будет только лучше. А к китайским соевым инженерам вообще никаких претензий, я, если честно, даже немножко удивлен. Доска просто замечательная, ну, за такие деньги. Да, кривой биос, но зона питания не греется, как у той же Gigabyte, которая стоит дороже. И в будущем вот к этой доске можно купить какой-нибудь восьмиядерный 5700X3D и условную 5070. Как сказал в начале, вот эта видеокарта, абсолютно новая, из DNS на гарантии, будет разыграна в нашем Telegram-канале вместе с комплектом платы, с оперативкой, процессором. И третий приз будет SSD M.2 на 1 терабайт. Чтобы участвовать, переходите в Телегу по ссылочке в описании и нажимайте кнопочку «Участвую». Все, больше ничего делать не надо. Ровно через две недели бот выберет трех победителей. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Новый ТОП! Пока!